В борьбе за здоровье, как и на войне, все методы хороши. Болеологи, психологи, биоэнергетики, фитотерапевты и другие. У каждого свои технологии для поддержания здоровья человека. Но все участники Конгресса уверены в одном. Благополучие организма зависит не только от физического, но и от психического, духовного аспектов. В первую очередь люди должны стать чище, добрее и жизнерадостнее. А вы посмотрите, сколько спортсменов здоровые физически умирают. Если мысли соответствующие, они же умирают. Они очень больные люди. У них энергетически забиты все каналы. Вот мы и хотим людей призвать всех заняться своей собственной чистотой внутренней и чистотой процесса мышления. Волеологи, люди, которые занимаются вплотную здоровьем, утверждают, состояние человека как физическое, так и психологическое в большей степени зависит от мысли. Ее сила не перестает удивлять ученых и практикующих специалистов нетрадиционной медицины. Мы работаем, с вами живем в такой век, когда такие технологии высокоскоростные. Запустили ракеты, интернет высокоскоростной, технологии самые новые, нанотехнологии. Но при этом, если человек не умеет собой управлять, то о чем это говорит? Это говорит о том, что он самое главное упустил в жизни. Поэтому, если он запустил свое здоровье, точно таким же образом он может вернуть себе это здоровье. Крымские медики провели соцопросы и узнали, о чем думает человек. На первом месте мысли о происшествиях, дальше о политике, затем о работе, семье. И только в последнюю очередь люди думают о своем здоровье. Вопросы в олиологии, сонологии, то есть вопросы здоровья, сохранения индивидуального здоровья, и сонологии, то есть здоровый образ жизни. Каждый человек – автор особой книги «Мое здоровье». Уверены участники Конгресса. Они разрабатывают и тестируют технологии, которые помогают устранить или предупредить различные заболевания. Правильный образ жизни, позитивное мышление и оптимизм, несмотря ни на что. Все это поможет сохранить здоровье на долгие годы. Александра Пермякова, Андрей Тымчук, Служба новостей ТВ, Ялта.